2 июня прошел единый день голосования по определению кандидатур от политической партии «Единая Россия» для последующего их выдвижения кандидатами в депутаты областной и Воронежской городской дум на предстоящих выборах 13 сентября 2015 года. В Воронеже работали 43 участковых избирательных комиссий. Мы побывали на одной из них в гимназии имени Басова. На всех площадках время для голосования было определено с 14 до 20 часов. Выборщиками стали не только члены и сторонники «Единой России», но и беспартийные, кому не безразлична судьба своей малой родины, кто хочет выбрать наиболее достойных людей, доверив им решать в законодательных и представительных органах власти свои проблемы. Прежде всего эта процедура важна. Из-за своей открытости пришли все, кто узнал о ней, информация была доступна и смогли выразить свою позицию в организованной форме. Все как на настоящих выборах. С самого начала голосования активность выборщиков была достаточно высокая. Их обязательно регистрировали, они получали бюллетени с кандидатурами, могли их внимательно изучить и уже потом сделать окончательный выбор. Даже были информационные плакаты с биографическими данными и фотографиями возможно будущих кандидатов от «Единой России» на выборы в Воронежскую городскую думу и областную по округам, сформированным в столице Черноземья. Словом, все происходило в строгом соответствии с процедурами, как во время официальных выборов на любом избирательном участке. Те кандидаты, которые получат максимальную поддержку, будут выдвинуты на партийные конференции кандидатами в областную думу, в городскую думу и в муниципальные думы, в районные советы. На сегодняшний день в городскую думу также где-то 5 человек на место, то есть 136 зарегистрированы кандидатов в городскую думу, 207 в областную думу. Каждый из кандидатов встречался на территориях, проводил сходы граждан, общался в профессиональных коллективах, отраслевых коллективах. И наша задача выявить тех лидеров общественного мнения, которые пользуются поддержкой жителей города и Воронежской области, и чтобы прошли представительный орган власти, те люди, которые имеют и опыт работы профессиональной, представляли, допустим, сферы здравоохранения, образования, бизнес, власть, государственные институты, культуру, спорт и так далее. Также вы знаете, много проблем у нас и по ЖКХ, и здесь на всех уровнях власти должны быть люди, годные к этой работе, профессионалы, и которые пользуются доверием населению. Выборы покажут 13 сентября, и сегодня партия «Единая Россия», она работает уже не первый год на территории Воронежской области. Имеем опыт работы, у нас есть и профессионалы, есть и конкретные пути решения, есть программа партии «Единая Россия». Ну и вот эта процедура предварительная нам нужна для того, чтобы сформировать сегодняшнюю современную актуальную повестку дня, с которой наши кандидаты пойдут на выборы и в Думах будут реализовывать те вещи, о которых просит избиратель. По социальному составу, я считаю, в нашем представительном органе субъекта Российской Федерации должны представлены быть все, скажем так, социальные группы населения, ну в том числе и начиная от молодежи и кончая от людьми старшего поколения. И я считаю, что план первоочередных мер, который будет в новом созыве всех дум, направлен на развитие нашей области, на поддержку того курса, который проводит губернатор Воронежской области Алексей Васильевич Гордеев и президент России Владимир Владимирович Путин. Поэтому в этой жесткой, открытой конкурентной борьбе мы выявим тех кандидатов, которые будут представлять партию «Единая Россия».